Сочи презентуют в рамках финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу. В Кремле начал работать стенд города-организатора. Платить или не платить? Что делать тем, кому пришла долговая квитанция от прежнего водоканала? Сочинским медсестрам вручат ключи от квартир. Об этом заявил глава города на встрече с медработниками. Корова гуляет сама по себе. Штраф 3000. В Сочи усилены рейды по выявлению безнадзорных животных. Обманутым дольщикам Кубани помогут в Генеральной прокуратуре России. В Краснодар приехал заместитель руководителя надзорного ведомства Андрей Кикоть. Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым он провел прием граждан. У всех людей одна проблема. Они стали жертвами недобросовестных застройщиков и не могут получить купленные квартиры. Каждый вопрос главой региона и заместителем генпрокурора разбирался отдельно. Сейчас, по словам Вениамина Кондратьева, необходимо наказать мошенников и найти новых инвесторов, которые возьмутся за долгострои. На Кубани проблемные объекты намерены ввести в эксплуатацию к 2020 году. Краснодарская «Динамо» отмечает юбилей. Краевому спортивному обществу исполнилось 80 лет. В зале филармонии собрались выдающиеся атлеты, гимнасты, волейболисты, пловцы. С круглой даты их поздравил губернатор Вениамин Кондратьев и председатель организации Игорь Колосов. За 80 лет «Динамовцы» внесли огромный вклад в спортивную историю региона. Они неоднократно стояли на пьедестале почета и становились победителями турниров и соревнований самых различных уровней. Мы гордимся вами, потому что понимаем, знаем, чувствуем, какая огромная работа стоит за каждым рекордом. Нас лишают медалей, нас не пускают на соревнования, даже пытаются украсть олимпийское золото в Сочи. Знаете, кому-то очень выгодно превратить спорт в политику. Или использовать спорт для достижения своих политических интересов. Знаете, можно нас не пускать на соревнования. Можно даже забрать у нас олимпийские медали. Ну, забрать дух победителей у российских спортсменов, как и саму победу, не сможет никто и никогда. Учитывая историческую связь общества «Динамо» с органами безопасности и правопорядка, приоритетным направлением всегда было, есть и является развитие служебно-прикладных видов спорта. Мы и впредь будем делать все для того, чтобы привлекать новые виды спорта, привлекать новых участников этого движения. Общество «Динамо» на сегодняшний день вышло далеко за рамки спортивной структуры и превратилось в фактор современной жизни, важный элемент социальной системы нашего государства. За каждым рекордом и победой долгие часы тренировок, где тренеры «Динамо» учат своих воспитанников мужеству и упорству в достижении целей. Тренеры, ветераны, скромные люди, которые делают огромное, большое дело для нашей Кубани. Неважно, кем стали ваши воспитанники или кем они станут, и не обязательно, чтобы они стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Важно, что их будет достойный вклад в развитие нашей Кубани. Почти 50 спортсменов краевой организации сегодня входят в сборные команды страны, а звание «Динамо» вца носят больше 40 тысяч кубанцев. В 12 лет я пошла заниматься спортом, и я «Динамо» люблю до сих пор. Это для меня жизнь все. Я работаю тренером. Отличившихся тренеров, спортсменов и сотрудников организации Вениамин Кондратьев и Игорь Колосов отметили почетными наградами. Продолжился прием праздничным концертом. Сочи презентует в рамках финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу. В медиа-центре мероприятия, расположенном в государственном Кремлевском дворце, начал работать стенд города-организатора. Там журналисты могут узнать всю необходимую информацию о подготовке Сочи к турниру и получить памятные сувениры. Ожидается, что жеребьевку 1 декабря будут освещать не менее 600 представителей СМИ из разных стран. Они уже начали прибывать в Москву. Многие из иностранных журналистов уже посетили Сочи во время Кубка Конфедерации и говорят, что с огромным удовольствием приедут на Черноморское побережье на чемпионат мира. Особый интерес к городу Сочи у представителей стран Латинской Америки, поскольку есть информация, что на одной из сочинских ВАЗ-команд разместится сборная Бразилии. Ну а завтра, 1 декабря, в Москве состоится финальная жеребьевка в финальной части чемпионата мира 2018 по футболу. Посетят ее 11 почетных болельщиков из городов-организаторов Мундиаля. Супер-болельщиком от Сочи стал Игорь Мамаладзе, первый спортивный журналист в истории города, а также заслуженный работник физической культуры и спорта курорта. Ну а официальный посол FIFA Сочи – советский футболист Евгений Ловчев. Почетные гости, представляющие наш город, уже в Кремле. Расскажет Инга Габешия. Церемония в государственном Кремлевском дворце соберет несколько тысяч гостей. По традиции, это делегации 32 команд-участниц турнира, легендарные футболисты прошлого и настоящего, известные артисты, официальные лица. Но в этот раз вместе с ними за церемонией будут следить и 11 почетных зрителей – жители городов-организаторов чемпионата мира 2018, которые своей страстью и преданностью футболу заслужили звание супер-болельщиков. В Сочи этого звания удостоился спортивный журналист 70-летний Игорь Мамаладзе. Именно от него горожане узнавали о победах любимых команд, выступлениях атлетов на соревнованиях. Сейчас Мамаладзе является собственным корреспондентом газеты «Спортэкспресс». Даже в мыслях у меня было, что я в 70 лет наконец-то доживу до того, что увижу собственными глазами в России, в Сочи чемпионат мира по футболу. Конечно, мы счастливы. Я думаю, что я выражу мнение всех болельщиков города нашего, что это большое событие. Хотелось бы увидеть команды из Африки, из Южной Америки. Ну, практически хотелось бы, чтобы все приехали к нашему городу-курорт. Как мы принимаем? Тепло и радушно все знают. Мы провели великолепные Олимпийские игры. Это говорит о многом. Официальный посол FIFA Сочи, советский футболист, мастер спорта международного класса Евгений Ловчев признался, что для него Сочи – самый удачный город для проведения матчей чемпионата мира FIFA. Где вы еще можете поплавать, потом взять лыжи или наоборот? С лыжами пойти поплавать потом. Это первое. Во-вторых, я во многих уже городах побывал, где-то еще строятся стадионы. Сочи готов к проведению однозначно. Стадион великолепен. Притом он уже прошел проверку и Олимпийскими играми, и вот о футболе, когда с венграми играли. Более того, еще раз повторю, немцы, которые выиграли Кубок Конфедерации, просто в восторге от всего. От гостиниц, от тренировочных полей, от всего, как им комфортно там было. Напомню, сегодня 11 городов-организаторов представили своих послов и супер-болельщиков Кремля. Ими стали люди разного возраста, профессии и увлечений, объединенные одной большой мечтой – принять в России мировое первенство. В том числе известные артисты, спортсмены, представители шоу-бизнеса презентовали многочисленным иностранным и российским СМИ свои города и рассказали об этапах подготовки к чемпионату мира. Все они станут зрителями жеребьевки 1 декабря и получат билеты на отборочные матчи в своих городах. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. У Гран-при России Формула-1 в Сочи новый организатор. Проводить соревнования будет автономная некоммерческая организация Росгонки. Об этом ТАСС сообщил помощник вице-премьера России Дмитрия Казака Илья Джуз. Ключевые цели компании Росгонки предусмотрены уставными целями подготовка и проведение Гран-при России Формулы-1 и гонок поддержки, организация эффективной круглогодичной работы Сочи Автодрома, а также развитие и популяризация автомотоспорта. Российские организаторы изначально декларировали цель полного отказа от бюджетного финансирования проекта. И уже в этом году подготовка и проведение Гран-при полностью финансировалась извне бюджетных источников. В дальнейшем финансирование проекта также будет осуществляться за счет привлеченных средств спонсоров. Платить или не платить? Этим вопросом задались все сочинцы, которым пришла квитанция от предприятия «Сочи-водоканал» с требованием оплатить долги за потребление и канализацию в августе. Наша съемочная группа попыталась разобраться в этой непростой ситуации. Подробности в материале Татьяны Говорковой. Такую квитанцию о необходимости оплаты долга сочинцы обнаружили в своих почтовых ящиках несколько дней назад. Суммы у каждого абонента разные, а вопрос один – за что? Анатолий Тимченко относится к числу добросовестных абонентов. Всегда вовремя оплачивает счета. По платежке, пришедшей от ООО «Сочи-водоканал» за август, сумму оплатил полностью еще 30-го числа, того самого августа месяца. Причем с учетом увеличения потребления на куб. Квитанция на руках. За сентябрь произвел оплату уже муниципальному предприятию. И сейчас в недоумении, почему спустя три месяца оказался в должниках перед прежним поставщиком. Вообще нет мне показаний. Не просто пишут 668. Вот тут первое показание – 720 и все. А последующее, понимаете, даже не знаю, за какой счет мне платить. Даже если бы сказали, сколько кубов тут, тут ничего не указано. Спор двух хозяйствующих субъектов ООО «Сочи-водоканал» и МУП «Сочи-водоканал» внес неразбериху в жизнь горожан. У многих потребителей показания в этой платежке соответствуют потреблению воды на середину октября. И к оплате предъявлены суммы не за несколько неоплаченных дней конца августа, а больше, чем за месяц. С такими долговыми квитанциями люди бегут разбираться в привычное здание – на Гагарина. Пока большого ажиотажа нет, но его здесь ожидают. Поэтому руководство муниципального предприятия предупреждает. Делать перерасчеты за август они не будут. За разъяснениями нужно обращаться к бывшему поставщику, который неоспоримо работал до 1 сентября. Когда МУП приступил к эксплуатации сетей, «Сочи-водоканал» вывез всю абонентскую базу. В связи с этим мы вынуждены были распечатать новые квитанции, выставить людям по среднемесячному. Люди уже нам заплатили, указали показания счетчиков, которые мы уже с сентября месяца фиксируем и ведем расчет согласно показаниям, указанных в наших уже квитанциях. Кроме того, мы также присвоили уже другие лицевые счета людям. Поэтому те показания, которые в квитанциях «Сочи-водоканала», мы не будем принимать. Офис коммерческого предприятия «Сочи-водоканал» находится в районе товарного двора. По улице Гагарина, напротив здания «Чешское пиво». Дозвониться по указанному в квитанции номеру непросто, нам, во всяком случае, не удалось. Так что придется прийти за разъяснениями. В большинстве случаев преувеличены долговые счета, связанные с тем, что у коммерческого предприятия последними были зафиксированы показания за июль. ОО «Сочи-водоканал», как объясняют в компании, произвел окончательный расчет на 31 августа, исходя из среднесуточного потребления. Так и появилась квитанция задолженности на 1 сентября. Если у сочинцев действительно возникают вопросы, может быть, здесь и человеческий фактор, может быть, здесь какие-то показания и не попали в базу, может быть, какой-то платеж через систему банка, мы не увидели, скажем так. Соответственно, нужно просто обратиться непосредственно в ОО «Сочи-водоканал». По каждому конкретному случаю специалист отдела расчетов разберется прийти с показаниями, с квитанциями, в том числе с квитанцией, уже оплаченной в МУП города «Сочи-водоканал». В муниципальном предприятии готовы взять на себя всю работу по урегулированию вопросов оплаты за водоснабжение и водоотведение. Это, по их мнению, было бы оптимальным решением этого вопроса. Мы говорили, передайте нам базу, передайте нам ваши переплаты и вашу задолженность, и мы сами с этими людьми отработаем. У кого есть переплата, мы разберемся, как ее зачесть. У кого есть недоплата, они заплатят нам. Если это ваши деньги, мы их вернем вам, соответственно, взяв за это, так сказать, услугу по сбору денег. Ну а пока абоненты обеспокоены угрозой судом со стороны коммерческого предприятия. И в этом случае потребителям важно быть честными перед собой. Если есть все квитанции об оплате, то и нет причин для беспокойства. Если реальные долги существуют, то нужно обязательно платить по счетам. В Сочи продолжается борьба за честное трудоустройство. Сегодня в очередной раз состоялось заседание межведомственной комиссии по борьбе с неформальной занятостью. Туда были приглашены предприниматели, не оформляющие своих работников по закону. Слово Елене Овсециной. Мобильные группы из числа сотрудников городской и районных администрации читались о результатах проверок, которые были проведены с 10 по 29 ноября на предприятиях сферы потребительского рынка и услуг. Здесь мало что меняется. Конечно, те, кто уже заплатил штраф за одного или двух неоформленных сотрудников, уже не будут брать на работу людей без трудового договора. Другие же, пока к ним не пришли с проверкой, продолжают нарушать законодательство. При этом не видят ничего противоправного в выдаче серых зарплат. Кто-то вообще пришел поработать за жену, в других ситуациях наоборот. Жена работает за мужа, а оформлен только один человек. А иногда это вообще человек с улицы. Все данные по новым работникам должны быть отправлены в полицию. Ведь штатный сотрудник – это еще и гарантия безопасности. Идеологически сложных людей в наше время сейчас очень много. Кто-то относит себя к вере, кто-то не относит себя к вере. Человек так устроен, что он всегда ищет некую идею для своей жизни. И ряд организаций работают над тем, чтобы привлечь к своим идеям. Но эти идеи имеют противоправный характер. И это правда рядом с нами. Каждое заседание комиссии сопровождается объяснением, почему необходимо делать налоговые и пенсионные отчисления. К сожалению, предприниматели не хотят услышать даже главного государственного инспектора по труду. С 1 января 2015 года ужесточена ответственность за отсутствие у работодателя трудовых отношений с сотрудником. Для должностных лиц штраф до 20 тысяч рублей, для юридических до 100 тысяч за каждого теневого работника. Встречаемся с разной реакцией, как с реакцией понимания, так и с реакцией отрицания своих нарушений. Но эта работа важная, нужная. Ведется она администрацией города Сочи совместно с налоговыми, совместно с органами внутренних дел. Потому что это все большой комплекс мер, направленный на то, чтобы каждый сотрудник, живущий в городе Сочи, мог быть уверенным в том, что все выплаты в его адрес будут работодателям произведены. С начала этого года на предмет неформальной занятости проверено 2254 предпринимателя. На 822 организации межведомственной комиссии составлены протоколы. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В сельских районах Сочи резко участились случаи бесконтрольного выпаса крупного рогатого скота. Ситуация усугубляется тем, что гуляющая вдоль дороги корова может стать причиной серьезного ДТП. Чтобы пресечь подобные явления, администрации города регулярно проводятся проверки. В одном из таких рейдов приняла участие и наша съемочная группа. Вычислить собственника животного несложно. У каждой коровы есть бирка, по которой можно определить хозяина. С начала года составлено более 10 административных протоколов за нарушение правил выгула крупного рогатого скота. Как правило, буренки бродили на сельских дорогах и даже выходили на федеральную автотрассу, что категорически запрещено. По статистике, нарушителями становятся одни и те же хозяева, которые не понимают, что оставлять животное без присмотра нельзя. Так, например, на владельцев крупного рогатого скота по улице Гусаровская в районе села Нижняя Шиловка был составлен далеко не один протокол. Помимо бесконтрольного выгула, штрафные санкции предусмотрены из-за отсутствия идентификационной бирки. Если животное не проходило процедуру биркования, то хозяину придется еще заплатить штраф в размере 500 рублей. А вот бесконтрольный выгул крупного животного обойдется владельцу уже в 3 тысячи. Мы возражаем только по одному вопросу, чтобы коровы не ходили по дорогам общего пользования безнадзорно, чтобы коровы были всегда под присмотром. Всего в районе Нижней Шиловского округа насчитывается порядка 500 голов крупного рогатого скота. Это коровы, козы, овцы. Выпускать животных за ограду владельцы могут только вместе с пастухом, а тот в ответе за маршрут стада, его безопасность и безопасность прохожих и водителей. В проверках участвуют представители ветеринарного управления и сельских администраций. В случае, если мониторинговая группа обнаружит безнадзорное животное без бирок, его отвезут на временный полигон. Там сотрудники полиции составят необходимые документы и займутся поиском хозяина. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочинским медсестрам вручат ключи от квартир. Об этом заявил глава города Анатолий Пахомов на традиционной встрече с медиками, посвященной подведению итогов работы здравоохранения в 2017 году. Основными нововведениями уходящего года стал проект «Вежливая регистратура» и введение в поликлиниках электронных рецептов. Медики Сочи уже получили 180 квартир и еще 15 город отдал сотрудникам 4-й горбольницы Адлерского района, хоть-то и находится в статусе краевой. Сейчас, подчеркнул Пахомов, приоритет будет отдан среднему медперсоналу. Сегодня в городе появилась возможность выделить медсестрам квартиры в бывшем общежитии. На Донской 25-21 квартиру я отдал Марине Августовне и сказал, Марина Августовна, вот это все медсестрам. Вы все время говорите о том, что самая большая проблема сегодня – это нехватка медсестер. А нехватка медсестер, потому что им жить нельзя. Я нашел предпринимателя, значит, нашего сочинского. Люди зайдут туда, прям в хорошо обновленный, отремонтированный дом. Мы очень хотим помочь. Вот то, что я взялся и сказал, проверю комнаты вот эти в общежитии. Если не дай Бог, уйдут хоть кому-то, я сам пройду по каждой комнате. Этой категории, раз она очень нужна, им надо создать условия. И в заработной плате. И самое главное – в быту. Озвучил глава города еще одну хорошую новость. Со следующего года зарплата медиков повысится. Что же касается их работы, то она, как и само здравоохранение Сочи, вышла на новый уровень. Как показывает статистика, жалоб со стороны горожан все меньше. А судя по другой статистике, сочинцы стали жить дольше на пять лет, и младенческая смертность на курорте уменьшилась в два раза. Большую роль в этих вопросах играет и новая материально-техническая база, и в целом новые и отремонтированные учреждения здравоохранения. В их числе и первая поликлиника, где, кстати, реализован проект «Вежливая регистратура», что позволило маршрутизировать потоки пациентов, ликвидировать очереди. Сегодня в поликлинике выписывают электронные рецепты, разрабатывается электронный больничный лист. Все это способствует улучшению качества обслуживания населения. Повышение доступности медицинской помощи – одна из важнейших задач здравоохранения. С этой целью в этом году нами был создан врачебный офис на курортном проспекте 62, что позволит жителям Светланы, Кубанской, Нагорной и других близлежащих улиц приходить и обслуживаться там. Завершилась встреча вопросами к главе города. В свою очередь Анатолий Пахомов поинтересовался у медиков, над чем еще необходимо поработать, чтобы улучшить условия их работы, а значит и качество обслуживания горожан. Инга Габеша, Максим Кавригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи реализуется 26 национальных проектов. Большинство из них направлены на повышение уровня жизни горожан и создание благоприятного социально-экономического климата для города-курорта. О результатах системной работы как на федеральном, региональном, так и на местном уровне сегодня рассказал секретарь сочинского отделения партии «Единая Россия» Анатолий Пахомов. Каждый партийный проект направлен на конкретные результаты и обязателен к исполнению в каждом местном отделении. На протяжении последних пяти лет сочинские единороссы успешно работают над реализацией 26 федеральных партийных проектов. 12 из них воплощаются в жизнь только в последнее время. В основном они касаются инфраструктурных и социальных преобразований. В их рамках ведется строительство детских садов, спортивных площадок, проводится фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок» и многочисленные патриотические акции, в том числе и для зарубежных соотечественников. Наши соотечественники должны иметь возможность беспрепятствовать осуществление своего права на поддержание связи с исторической родиной. Проект способствует не только воспитанию патриотизма, но и позволяет им наладить прямые неформальные контакты со своими российскими сверстниками. Проект «Крепкая семья» призван привлечь общественность к решению проблем семей, в том числе и многодетных. За время реализации данной программы 99 сочинских семей получили земельные участки. В рамках проекта «Здоровое будущее» всем жителям города оказывают качественную и доступную медицинскую помощь. За этот год диспансеризацию прошли более 25 тысяч человек. Проведено 19 профилактических мероприятий. В этом году путевку в жизнь получили еще 14 проектов партии «Единая Россия». Они направлены на улучшение дорог и городской среды, появление новых скверов и парков, развитие экологического образования, а также работу местных театров и домов культуры. И здесь в Сочи есть чем гордиться. В рамках первого этапа капитально отремонтированы 124 улицы. Еще 51 сможет похвастаться новым дорожным полотном к Новому году. Общая протяженность более 44 километров. На Макаренко, Удендрария и рядом с Зимним театром разбиты новые скверы. После долгого простоя капитальная реконструкция прошла в Доме культуры в микрорайоне КСМ. Активно реализуются и три региональных партийных проекта. Программой «Открытый юг» сочинские единороссы гордятся особенно, ведь вскоре ее примут на вооружение все регионы нашей страны. Целью проекта является содействие в организации отдыха и оздоровления жителей регионов Российской Федерации. Период межсезонья на предприятиях санаторно-курортного комплекса Краснодарского края на льготных условиях. Большинство партийных проектов основывается на наказах и обращениях граждан, поступающих к депутатам Госдумы, ЗСК, а также городского собрания Сочи. Следующая партийная конференция только уже на краевом уровне состоится 7 декабря. В Сочи будут представлять 16 делегатов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи впервые пройдут рождественские детские спортивные игры. Они состоятся на курорте с 24 декабря по 11 января. Участниками Всероссийского фестиваля станут детские и юношеские команды 2001-11 годов рождения из различных городов страны. В программе фестиваля турниры по 8 видам спорта. Футбол, мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол, флорбол, бадминтон. Форум примут крупнейшие олимпийские объекты в Сочи. Кроме отдельных дисциплин, центральными событиями игр станут Всероссийская эстафета мира и добра, которая состоится 25 декабря, в день официального открытия фестиваля. А также рождественский семейный марафон, стартующий в Анадыре, и город за городом, приходящий в столицу игр – Сочи. Команды будут преодолевать дистанцию по пересеченной местности с включенными элементами спортивного ориентирования. С 5 по 9 января в рамках форума пройдут и конкурсы детского творчества. Рождественский рисунок, рождественская песня, хоровое пение и танцевальный конкурс. Об этом сообщают организаторы. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.